Традиция поститься перед Рождеством идет с древних времен, когда люди воздерживались перед Богоявлением. Этот праздник позже разделился на два отдельных события – Рождество Христово и Крещение Господне. Сейчас Рождественский пост готовит верующих к одному из двунадесятых церковных праздников – Рождеству Иисуса Христа. Рождественский пост еще называют Филипповым, потому что он начинается после Дня памяти апостола Филиппа. К любому событию, к любому такому моменту, который ежегодно повторяется для нашей памяти, для нашего восприятия, такие как праздники Рождества Христово, Успения, оно требует подготовки. И вот такая нетривиальная подготовка, хотя и, можно сказать, не такая строгая, как Великий пост, является пост Рождественский. Цель любого поста для верующих – очищение души и изменение себя. Это особенное время, когда христиане призваны к интенсивной духовной жизни. В Рождественский пост священники рекомендуют чаще посещать храм, уделять время молитве и делам милосердия. Также церковь призывает в эти дни ограничить себя в пищевых излишествах и различного рода развлечениях. Важно не только то, что мы меняем рацион, мы с вами отказываемся от пищи животного происхождения, но и по количеству тоже. Плюс к тому, что мы воздержимся от животной пищи, мы еще количественно тоже должны себя ограничить. Праздник Нового года совпадает с Рождественским постом. Если верующие все-таки хотят собраться за новогодним столом, то священнослужители разрешают в это время полакомиться рыбными блюдами. Со 2 по 6 января Рождественский пост становится более строгим. Когда ты чувствуешь, что ты не такой хороший, как тебе казалось до поста, это как раз то, что, по крайней мере, первый шаг – это обнаружение себя в каком-то виде, качестве плохим человеком, каким-то недостоинством обладающим. Это уже стадия первая, когда действительно пост вступил в свою силу. Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он начинается с 28 ноября и продолжается до 7 января – праздника Рождества Христова. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.